А вы помните, как ваша Оля, дочка, появилась на свет? Помню. Я едва ли когда-то читал что-то, что кровоточит так, как эти строчки. Ах, если бы она была жива, я всё бы отдал за неё, всё бросил. Слова, 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 мы все их после смерти произносим. И пишутся в раскаянии стихи, но в глубине души навеки будут с нами грехи, 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 которые не искупить словами. Я разговариваю с ней часто, я виноват, это объяснить нельзя и не нужно. Никого не зову себе в напарники по общему горе. Я один. Никого не обвиняю, кроме себя. Верите или нет, но подсознательно дети хотят от вас набор рекомендаций, которые дадут им структурированность в жизни. Здравствуйте, я Брайан Трейси. Сегодня я хочу поговорить о том, как вырастить счастливых, здоровых и уверенных в себе детей. Это мечта любого родителя. Воспитание счастливого, здорового и уверенного ребенка – это намного сложнее, чем кажется, но поверьте, это возможно. Я изучаю эту тему уже много лет и даже разработал программы и выступления на разных языках, с которыми езжу по всему миру. Что я узнал, прежде чем у меня родился первенец, а сейчас у меня четверо детей и пятеро внуков, так это то, что существуют определенные способы того, как родители отвечают и общаются со своими детьми, и что они напрямую влияют на успешность детей в будущем. Первое, что делают родители, у которых счастливые и уверенные дети – это заботиться о том, чтобы у их детей были правила. Дети хотят правил, и они им нужны. Детям нужна структура, в рамках которой они могут расти. Как родитель, вы должны установить правила общения, дисциплину и послушание, при этом не став диктатором из развивающейся страны. Осознаете вы это или нет, ваши дети хотят, чтобы вы установили для них правила. Они ждут, что вы будете заботиться, воспитывать и учить их. Верите или нет, но подсознательно дети хотят от вас набор рекомендаций, которые дадут им структурированность в жизни. Они будут знать, чего ждать, и что в мире есть постоянство. Некоторые родители совершают ошибку, стараясь стать друзьями для своих детей, или же не давая четкого руководства, так как боятся, что дети будут обижаться на них за это. Но это неправда. Крайне необходимо давать детям стабильность и структурированность. Для них это необходимо. Второй пункт, который выполняют родители, чтобы сделать своих детей счастливыми, здоровыми и уверенными, это позволяет им принимать свои собственные решения. Когда дети знают, какие вознаграждения и наказания ждут их в той или иной ситуации, то у них начинает появляться уверенность в себе, благодаря самостоятельному принятию решений. У детей будет возможность принимать решения, а также нести ответственность за свои действия. Детям нужны ваши установки и инструкции. Им нужна ваша забота и любовь. А вам нужно, чтобы они слушали вас и следовали правилам. Тогда все будут счастливы. Третье, что делают родители для воспитания счастливых, здоровых и уверенных в себе детей, это говорят с ними особым образом. То, как вы разговариваете со своим ребенком, это важнейший фактор, который влияет на формирование их личности и уверенности. Основа уверенности в себе – это самооценка. Самооценку можно описать как то, насколько вы любите и уважаете себя. У детей нет сформированной «я» концепции. У них нет также четкого понимания того, кем они являются. Именно поэтому они перенимают убеждения насчет себя в детстве, основываясь на том, как к ним относятся самые важные люди в их жизни – их мама и папа. Если вы хотите позитивно влиять на своих детей, постоянно давайте им необходимую поддержку. Никогда не критикуйте их, это очень важно. Деструктивная и негативная критика – это величайший разрушитель личности в мире. Мои дети могут сказать, что я их никогда не критиковал. Мои родители критиковали меня каждый день, но мои дети не слышали деструктивной критики. Никогда не жалуйтесь на своих детей, ни перед ними, ни перед другими людьми. Всегда рассказывайте другим о том, какие чудесные у вас дети. Попытайтесь разобраться, если у детей возникнут проблемы. Вспомните, ведь вы в свое время делали вещи намного хуже, чем они. Всегда говорите им, что они хорошие, умные. Таким образом, самый главный человек в их жизни будет закладывать психологический фундамент для самооценки и самоуважения, которые приведут к уверенности в себе. А это пригодится во взрослой жизни. Воспитание разносторонних детей может быть непростым процессом, особенно в современном беспорядочном мире. Хорошая новость в том, что если вы будете преданным родителям и дадите детям инструменты, необходимые для успеха, в особенности психологические и эмоциональные, то они не только станут здоровыми, но также счастливыми и уверенными людьми. Прежде чем мы завершим, я бы хотел поделиться с вами мыслью, о которой вы можете рассказать своим друзьям и подписчикам. То, как вы общаетесь со своими детьми, является самым важным фактором в формировании их личности и уверенности в себе.